МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Пятый международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой от всей души преодолел свой экватор. Продолжается конкурсная программа, в рамках которой зарубежные гости представляют на суд зрителя свои кинопроизведения. Мы продолжаем с ними знакомиться. На очереди кинематография Сербии. Продюсер Зоран Янкович, режиссер Слободан Терзич и актер Любомир Булаевич представляют фильм «Шляпа профессора Косты Буича». И сегодня актер Любомир Булаевич в нашем дневнике. Как вам, Ульяновс, как вам волжские просторы? Мне здесь все безумно нравится, особенно, конечно, это река Волга, потому что, как уже говорил, я хороший рыбак, и каждый раз, когда я смотрю на Волгу, я представляю себя там, и мне это очень нравится. Вы представляете на конкурсную программу фильм «Шляпа профессора Косты Буича». О чем этот фильм? Почему зритель должен обязательно его посмотреть? И так, как видно по названию, этот фильм о учителе Буиче, и также о его учениках, молодом поколении студентов, которые позже стали очень важными людьми в сербской истории. Этот фильм рассказывает о молодых людях, которые стали географами, различными учеными и политиками. И некоторые улицы в Белграде названы их именами. Если говорить о молодежной политике Сербии, то есть вообще молодежная политика? Поддерживаются как-то инициативы молодежи в Сербии? Да, конечно, у нас есть такие организации талантливых молодых людей, которые пытаются организовать какие-то культурные мероприятия и развивать культуру Сербии в целом. Но, конечно, проблема в том, что они не очень хорошо поддерживаются государством, и поэтому они вынуждены выживать за свой собственный счет в этой стране. Я хотел бы провести с вами небольшой тест, он называется геометрический тест. Я прошу вас взять листок. Выберите маркер и разделите лист на три части, на три отрезка. В первой части нарисуйте круг. А во второй части нарисуйте треугольник. И в третьей квадратный. А теперь, Любомир, у меня к вам просьба. Необходимо дорисовать эти художественные шедевры, сейчас, да, так называемые, до осмысленного какого-то рисунка. Ну, а теперь даем расшифровку. Итак, круг, который вы, Любомир, нарисовали, это то, что символизирует, олицетворяет вас. Это отношение к самому себе. Можно сказать, что вы человек солнца. Вы несете тепло, добро и свет людям. Но, возможно, можете и обжечь, потому что лучи солнца могут и обжигать. И вы все это можете сказать только по рисунку. В принципе, да, правильно. Треугольник – это то, что символизирует общество, окружение. Это ваше отношение к окружающему вас миру, окружающих вас людей. Прежде всего, вы видите в человеке личность. Да, совершенно правильно. Я, в первую очередь, ищу в человеке личность и стараюсь не судить людей по их внешности. Теплое, теплое отношение именно к девушке, возможно, любовь к девушке. Я влюблен во всех женщин, поэтому... Какие-то ульяновские девушки вам приглянулись? На самом деле, ульяновские девушки мне очень понравились. Они очень забавные и милые. И мне нравится проводить с ними время. Квадрат – это ваше отношение к дому и к семье. Вы мечтаете о большой семье? Конечно, это совершенно правильно. Я хочу иметь в будущем большую семью. И сейчас, конечно, рано об этом говорить. Но я очень надеюсь, что у меня будет много детей в будущем. Ваш дом, ваша семья всегда открыта для людей? Да, совершенно верно. И как и мой дом, я также открыт к людям. И я с удовольствием завожу новые знакомства, с удовольствием общаюсь с новыми людьми до тех пор, пока они не разочаруют меня каким-то образом. И мне это очень нравится. Мы покидаем гостеприимный теплоход в московске и переносимся в более привычную для нас обстановку, где продолжим разговор с сербским актером. Ваши ожидания от этого фестиваля? Когда ты чего-то ожидаешь, если твои ожидания не сбываются, ты разочаровываешься. Поэтому я хочу сказать, что я приехал сюда не за какими-то ожиданиями, а просто насладиться фестивалем и расширить свой кругозор. В этом году у нас почти не было попыток снимать хороших фильмов в Сербии. Этот кризис повсеместный, я надеюсь просто, что ситуация изменится к лучшему в скором времени. Какое самое яркое воспоминание детства у вас? Что я помню из моего детства, это играть в саду, играть в саду, в саду и в саду. Наверное, моим самым большим впечатлением было то, что я проводил свое свободное время вне дома, на улице. Сейчас дети играют в компьютеры и предпочитают сидеть со своими афонами вместо того, чтобы пойти на улицу погулять. А для меня это было самым удивительным, то, что я проводил все свое время на улице. Кино в опасности. Действительно ли это так? У нас в Сербии такая же проблема. Люди не ходят в кинотеатры, потому что билеты очень дорогие. И часто ожидания людей не соответствуют тому, что они видят на экране. Поэтому они посещают меньше кинотеатров. И действительно, кино сейчас много в опасности. За какие пять вещей вы благодарны жизни? Первая вещь, за которую я благодарен в своей жизни, это моя семья. Вторая вещь, это мои друзья. Третья, это то, что я смог выбрать то, чем заниматься в жизни. И я этому очень благодарен. Четвертая, это моя страсть к рыбной ловле. И давайте оставим все на четырех. Что вы делаете сегодня для того, чтобы изменить эту жизнь? Я пытаюсь придать людям смелость своим творчеством. То есть я пытаюсь сделать людей уверенными в себе, попытаюсь поднять их уверенность в себе тем, что я делаю в своем фильме. Какой фильм в России должны посмотреть, чтобы понять, какая им есть настоящая сервис? Мы сейчас готовим фильм. Он называется «Аманет». Он выйдет, я думаю, в начале 2014 года. Мы сейчас готовим фильм. Он выйдет, наверное, в начале 2014 года. Называется «Аманет». И, возможно, мы приедем в следующем году на этот фестиваль уже с этим фильмом. И в нем вы можете посмотреть, какая сервис сейчас. Мы продолжаем следить за событиями международного кинофестиваля. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова